Из беседы святителя Иоанна Златоустова И слово стало плотью, полной благодати истины И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца Евангелие от Иоанна, первая глава И пришел, говорит Писание, и прошел, говорит Писание, о нем слух по всей Сирии Это Матфея, четвертая глава Всем открыл Его Все отовсюду возвещало, что сам царь сошел с небес Бесы отовсюду убегали, удалялись, а дьявол посрамленный отступал Сама смерть сначала понемногу устрашалась, а потом и совершенно упразднилась Всякого рода болезни были исцеляемы Мертвые оставляли гробы Демоны, бесновавшиеся болезни немощных Виделись дела чудные и дивные Которые поистине пророки желали видеть, но не видели Расслабленные и распавшиеся члены укреплялись и соединялись одни с другим Омертвевшие руки получали движение Расслабленные ноги внезапно вскакивали Загражденные глухотой уши отверзались и громким голосом восклицал язык, связанный до толи немотой Как искусный художник восстанавливает здания развалившиеся от времени, так он общее естество человеческое отторгнутые части восполнял Распавшиеся и расторгнутые соединял и совершенно отпавшие восстанавливал Что же сказать о восстановлении души, которое гораздо удивительное исцеление телесного Важно здоровье телесное, но гораздо важнее здоровье душевное И тем важнее, чем душа превосходнее тела Да и не потому только, но и потому, что телесная природа следует направлению, каким хочет вести ее создатель И нисколько не противится А душа, будучи властна сама в себе и имея свободу в действиях, не всегда повинуется Богу и именно в том, чего не хочет Он не желает против воли ее и насильно делать ее непорочной и добродетельной Да это не было бы добродетелю Ее надо бы наубеждать свободной и добровольно сделаться такой А это гораздо труднее врачевания телесного Но он совершил и это и отогнал всякий род зла И как врачу и тела он восстанавливал их не только к здоровью, но и к совершеннейшему благосостоянию Так и души не только освобождал от крайней греховности, но и возводил на самый верх добродетелей Проводя все эти чудеса, чудеса в телах, чудеса в душах, чудеса в стихиях, заповеди, незреченные, высшие самих небес, дары, законы благоустройства, силы убеждения, обетования в будущем Наконец страдания его, евангелист изрек эти чудные и исполненные высокого учения слова И слово стало плотью и полной благодати истины И мы видели славу его, славу как единородного от отца Мы не чудесам его только дивимся, но и страданиям тому, как он был пригвозден ко Христу Бечуем, заушаем, подвергаем оплеваниям, как терпел удары по голове от тех самых, которые были им облагодетельствованы Так и об этом, обо всем, что кажется и унизительным Достойно сказать то же изречение, как и сам евангелист называет все это славой Действительно, все это было не только делом промышления и любви, но и неизреченной силы Будто тогда-то и смерть упразднилась И клятва разрушилась, и бесы были посрамлены, и торжество над ними открывалось И рукописание грехов наших было пригвождено ко Христу До тогда, как эти чудеса совершались, они, видимо, были и другие Видимые, которые показывали, что он есть истина, единородный Сын Божий и Господь всей твари Когда блаженное тело его еще висело на кресте Солнце сокрыло лучи свои Земля поколебалась, и вся покрылась мраком Гробы отверзлися, недра земли сотряслися И великий сон умерших восстал И пришел в город Иерусалим Потом, когда камни приставлены были к дверям гроба его Еще и печати приложены Он, умерший, распятый, пригвожденный Восстал и исполнив 11 учеников Свои некоторые непобедимые божественные силы Послал их ко всем людям по всей вселенной Врачевать их общее естество Исправлять образ жизни Распространять по всей земле познание небесного учения Разрушать силу бесовскую Открывать великое незначенное благо Благовестить нам бессмертие души и вечную жизнь тела Награды, превышающие всякий ум И никогда не могучие окончиться Для того и пришел Господь наш Иисус Христос Чтобы не только здесь мы видели славу Его Но и в будущем веке Потому Он и говорил Хочу, чтобы там, где я и они были со мною Довидят славу мою Евангелие Теана 17 глава Если же здешняя слава Его была здесь Столь блистательно и величественно То что сказать о той Его славе Она откроется уже не на тленной земле Но пред существами облеченными Смертные тела Таковы мы теперь Но в творении Не тлением и бессмертием То есть таким величием Какого невозможно изобразить никаким словом О, блаженны Трижды блаженны И беспредельно блаженны те Которые удостоятся созерцать эту славу О ней говорит порог Да исчезнет нечестивый Да не видит славы Господней Исаия 26 глава Но да не будет того Чтобы кто Кто-либо из нас был отвержен И не удостоился никогда Видеть ее А если не будем наслаждаться ею То и она справедливо будет сказать Лучше было бы Если бы мы И не родились Для чего же мы живем Для чего дышим Для чего существуем Если не достигнем Такого созерцания Если никому из нас Не дозволено будет Зреть тогда нашего Господа Если невидящие света солнечного Проводят жизнь горше всякой смерти То как должны страдать те Которые лишатся того света Здесь в этом решении Только и состоит несчастье А там Не в этом только Впрочем Если бы и это только Была беда То и в таком случае Наказание было бы Неравно Но будущее Чем тяжелее настоящего Чем то солнце Несравненно превосходнее Здешнего А кроме того Надо бы ожидать Еще и другой казни Итак Не будем неродивы о себе Самих И за кратковременное Неродивое Неродение И беспечность Не подвергнем себя Вечному наказанию Но будем бодрствовать И трезвиться Будем все делать И устраивать так Чтобы удостоиться Того вечного наслаждения И избавиться от реки Огненной протекающей С великим шумом Пред страшным судилищем И так все это Непрестанно Имея в виде И размышлив Очистим жизнь нашу И сделаем ее светлой Чтобы с дерзновением Узреть Господа И достигнуть Обетованных благ Аминь Аминь Слава